ТНТ Интернешнл Да, но от этого гонки становятся еще не менее зрелищными и привлекательными Дронрейсинг, так называется этот вид спорта И сегодня у нас в гостях человек, который серьезно им увлекается и даже представляет нашу страну на соревнованиях У нас в гостях дронрейсер Евгений Михан Евгений Михан Окончил Белорусский государственный университет транспорта Магистр технических наук Работает инженером-конструктором и оператором беспилотников Последние пять лет увлекается гонками на дронах Чемпион Белоруссии по дронрейсингу Жень, привет! Привет! Всем привет! Как ты добрался? Как твое утро? Как настроение? Спасибо, все отлично! Правда? Да Точно? Да Расскажи вообще, как ты начал заниматься дронами, гонками? Да Откуда все взялось? Это очень длинная история, постараюсь вкратце Занимаюсь подобной тематикой из пятого класса школы Но сразу я летал на самолетиках Потом самолетики нас кучили Начала развиваться тема дронрейсинга в Белоруссии И мы сразу на первых порах в нее влились Ну это какой год был вообще, когда ты дронами? Это был пятнадцатый год, когда я взял в руки первый раз подобный аппарат А как вообще проходят такие гонки? Такие гонки проходят... Становятся дроны в ряд, да? Да, это стандартный формат проведения гонок классов АИ Одновременно летит от четырех до восьми спортсменов На трассе есть квадратики размером 2,5-2,5 метра Порядок прохождения трассы оговаривается заранее, до начала соревнований на брифинге И каждый пилот старается пролететь этот круг как можно быстрее Судьи смотрят за каждым пилотом, чтобы он не сокращал, не менял траекторию свою Кто пришел первый, тот победил А два что-нибудь вырезаются друг в друга? Есть, есть столкновения А ругаются потом между собой Это ты в меня, ты криво едешь, да? Это как на дороге, да, обычной? Есть такая тема, но... Куда ты прешь? Кто столкнулся, тот столкнулся То есть задача пилота — увернуться, если там тебя пытаются подрезать Но специально подрезать очень сложно Поэтому это, как правило, непреднамеренные столкновения Но в правилах есть оговоренный перелет Что есть столкновение до первых препятствий Потому что это самая массовка стартует То это будет перелетно, значит А смотри, а какая вообще техника используется? Вот, ну я вижу, пульт, дрон, камера где-то Очки? И вот очки вот эти Расскажи нам, пожалуйста, подробнее Ну, прежде всего для того, чтобы летать Нам нужен собранный дрон, там, четырьмя пропеллерами Пульт, которым мы управляем И очки То есть мы одеваем очки на глаза Камера с дрона дает картинку Пачки, и ты как будто находишься в самом дроне, да им рулишь Вот так вот происходит весь процесс Слушай, ну а вот в классических видах спорта ценится выносливость, сила А что здесь? Ловкость Ловкость, да? Да Ловкость пальца Да, твоя реакция То есть способность оценить трассу Нарисовать идеальную траекторию И максимально быстро по ней пролететь А вестибулярный аппарат вообще Да Как-то есть? Вот нужно там что-нибудь кувыркаться Там бегать вот так Если у вас нет опыта полета На такой технике То первый раз, когда вы оденете очки И я начну лететь Вас будет качать То есть мозг будет думать, что вы находитесь в полете Ну у тебя так было? Тебя укачивало в первые разы? Первые разы, да Это почти у всех пилотов так происходит Прям до тошноты? Ну нет, но качало Два, что-то, сапакет Но качало Для того, чтобы обмануть эту ситуацию Можно просто упереться лбом куда-нибудь Либо сесть на стул там плотно И понимать, что ты не оторвался от земли Что тебя обманывают А с какого возраста можно начать этим заниматься? И вообще? Как вас понимают? Ну нет никаких ограничений То есть если мне 13, я неплохо летаю, я могу уйти? Да, без проблем А выигрыши есть? Деньги дарят? В Беларуси у нас мотивационная часть такая Что тот, кто занял первое место по итогам года Едет на чемпионат мира за счет федерации Ты ездил? Ездил Ну как оно? Класс А там деньги платили, когда победил? Там мы не победили, кстати Ну а вообще? Да А сколько был главный приз? На чемпионате мира фаишном, по-моему, 10 тысяч долларов Долларов? Да Круто, давай научимся тоже За 10 тысяч долларов, да, можно Хотя техника это тоже стоит Но фаишные чемпионаты, они не сильно денежные Есть более денежный чемпионат Где призовой фонд может составлять 3 миллиона долларов Такие соревнования были в 16-м году в Эмиратах И там Володя Мещеряков Это крутой российский пилот Занял третье место и привез 300 тысяч домой Круто! Сейчас дорасскажешь, а мы пока что прервемся на рекламу на телеканале ТНТ Интернешнл И когда вернемся, мы даже будем поднимать эти птички Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл И сегодня у нас в гостях дронрейсер Евгений Михан Привет! Привет! Слушай, а расскажи нам, пожалуйста, обо всех этих дронах, которые ты принес сегодня с собой к нам в студию Сверху лежит гоночный дрон, он предназначен для участия в гонках А эти не гоночные? Нет, это дрон, чтобы носить гоупрошку и снимать на нее Вот у него есть рамочка, в которой вставляется гоупро Как вы видите, он защищен То есть его пропеллеры укутаны в такие карбоновые штуки, они называются дакты Сделаны для того, чтобы, если я буду лететь и случайно кого-то зацеплю, не принести человеку никакого вреда Ну, на этом все Есть еще такой вот дрон Это тоже съемочный дрон с гоупро В гоупро защищенном кейсе, чтобы, если упадешь Была возможность сохранить камеру Это достаточно быстрый дрон, который может снимать, допустим, драг, дрифт Давать максимальную динамику в кадре Ну, и летать достаточно далеко, порядка километров Я так понимаю, такой дрон в магазине не купить Ты сам их собрал Да Все дроны, которые тут, они самосборные Еще у нас есть такой вот малыш А можно потихоньку? Ты какой, смотри, какая крошка Боже мой Это, наверное, по помещениям больше летать Это ребенок вот этого дрона Да, когда на улице холодно Плохие погодные условия Чтобы можно было летать и тренироваться дома Вот у нас есть такие Тинь-бубчики называются Сколько ты вообще собрал их? И сколько потратил ты на все это дело денег? В среднем в год на эту тему уходит порядка тысячи долларов На поддержание среднего спортсмена А вообще на соревнованиях ты много поразбивал дронов? Я не веду такой статистики Ну, видимо, много Бывали, бывали печальные случаи Ну, в среднем на соревнованиях пилот берет три дрона То есть разрешено правилами, регистрирует три Давай вот этот включи Нет, этот, он устал Как устал? Ну, вот этот включи Давай, включай С пола взлетим, а я тебе дам очки Давай ты дам очка А ты можешь смотреть в монитор Там такая же картинка будет Ага, ковер такой ворсистый Да Вот он завелся Ну, взлетает О, привет Поверни на нас А где камера? Камера тут маленькая стоит А где? А, вот, видишь, все О, 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 прикольно Не укачивает тебя? Не укачивает? А закрути его, закрути его Укачивает? 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 Не, нормально Нет А допинг в вашем виде спорта есть? Запрещен Какие-то, ну, какие-то там Слишком мощные моторчики втихаря ставите Там что-нибудь такое А? Есть, есть? Перед соревнованиями идет техрегламент И каждый дрон осматривает судья Если он будет То есть вообще как бы допинг можно Как таковое сделать, да? Ну, очень сложно Технически Да, типа того И перед вылетом судья такой берет Подходит, посмотрел О, ты тут поменял Все, у тебя соревнования дисквалифицируют Мы вернулись в студию шоу Подъем На телеканале ТНТ Интернешнл И сегодня к нам в гости пришел Дронрейсер Евгений Михан Привет Привет Слушай, Женя Ты вот в своем деле Полностью, грубо говоря Объединяешь свои усилия И с техникой Прямо одно целое становитесь А сейчас предлагаю тебе сразиться Против искусственного интеллекта В игре, которая называется Шазам против вас Вам нужно просто будет отгадать Композицию быстрее, чем это сделает Шазам Это будет сложно Но вас двое, а он один Давай Все, готовы? Давайте, первая композиция, поехали Ай-яй-яй Я знаю, я знаю Все для тебя Рассветы А с виду-то молодая девушка Стас Михайлов Не мой репертуар И не мой Стас Михайлов, я училась в авиационном Он тоже там учился Мы же команда вообще Ты должен Ладно, хорошо Не забывай А какие еще знаешь песни Стаса Михайлов Я была однажды на его концерте Поэтому Пипец, я знаю все Тебе волос с его груди достался? Нет Я вообще случайно на концерте оказалась Но это был лучший концерт Все так говорят Все так говорят Это был день города в Абакане Он приехал в стадионе и там выступал 50 cents Давай название песни Нет, не Candy Shop Как там у него еще есть? Ты знаешь? Нет Я не знаю Для меня текстов с текста Ну все, засчитывай Спасибо Не угадала Все Я в шоке Я такой меломан Вообще Давайте едем Следующая Что такое осень? ДДТ Есть! Красотик Ты вообще молодец! Женя Все Что такое осень? ДДТ Шучу Что такое осень? Это небо Плачущее небо Под ногами В лужах Птицы с облаками Сенья Давно с тобою не было Все Все Я знаю Моя игра Моя игра баста Есть! Вася Ты угадал? Женя тоже игра Все Давайте Поехали Black Eyed Peas Black Eyed Peas Как название песни? Как это он? Ну Все Молодец Black Eyed Peas А Black Eyed Peas А я не тоже Let's get it started А Так и называется Let's get it started Let's get it started Давайте Поехали Следующий Черный бумер? Что? Черный бумер? Черный бумер! Черный бумер! Все Так скромно Черный бумер! Черный бумер! Давайте Следующий Это Стоп! Бритис Пирс! Бритис Пирс! Токсик! Токсик! А уж и сам был раньше Я сразу угадал Правильно Правильно Но надо было Раньше Тиктоксик! Тиктоксик! Мы топим Команду нашу! Стоп! Ответы и мошенники Обратите внимание На наше Воспитание Телки Метелки Тачки Те-те-те-те Ну я помню Это была песня Да, я Да, но я бы не угадал И все Давайте последнюю Спасибо за просмотр! Жека, ну вообще с тобой команда, дай пять. Было очень круто. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл, и у нас в гостях дронрейсер Евгений Михан. Привет! Привет. Слушай, мы знаем, что ты не только соревнуешься на дронах, а еще снимаешь крутые видео. С какого дрона лучше снимать видео? Со спортивного, либо со стандартного? Смотря какие цели вы ставите. Просто красивый клип. Тогда стандартный дрон. Мне тоже кажется. А спортивное — это что-то динамичное? Да, это чтобы передать максимальную динамику. Гонка, например, дайв такую передать, да? Да, дрифт, драктон, мотоцикл. А видео с дрона — это для тебя коммерческая история или чисто творчество? Ну, дроны вообще — это моя работа. Только твоя работа. Ну, из того, что мне понравилось снимать, это, наверное, дрифт, дракт и мотоцикл. Когда ты снимаешь мотоцикл, ты не боишься никого покалечить, потому что они все в защите катаются. Ты можешь давать максимально близкий кадр. А у тебя есть еще какие-то проекты и новые идеи, связанные с дронами? Есть, но я не буду о них говорить, потому что они новые. Их придумал я, да? Да. Я все, я знаю. То есть вообще ничего не расскажешь, это все секретики? Нет, на самом деле мы пытаемся продвигать тему использования промышленных дронов. Чтобы там продукты доставлять, да? Нет, у нас немножко другое направление. Это типа осмотр мостов, путепроводов, ветряков. Ага. То, куда сложно долезть, но легко подлететь дронам, увеличить, посмотреть. Ну, должно быть суперкачество камер. Да, но это абсолютно другие дроны, там такой большой чемодан. Такие бывают дроны, гигантские. А это уже реально НЛО. Это реально беспилотник. А какие еще в мире вот уже отрасли, в которых дроны уже действуют? Например, в Белоруссии я знаю, что леса вроде как бы смотрят, там, наверное, пожарников, браконьеров ловят. Ну, это стандартная тема мониторинга, видеомониторинга сверху. То есть можно смотреть в разных спектрах, там, типа, инфракрасная камера может хорошо показать человека. Из нестандартных отраслей, где пытаются применять дроны в нашей стране, это, наверное, сельское хозяйство. То есть дрон летит вместо поливачки и обрабатывает поле. Можешь дать пять советов тем, кто хочет начать заниматься дронрейсингом? Первое, что нужно, купить пульт, начать летать в симуляторе, когда ты его к компьютеру подключаешь и как в игру играешь. То есть на это не уходит много денег, ты не можешь там разбить дрон. Потом прийти вживую пообщаться с теми, кто уже летает. У нас очень дружная комьюнити. У нас есть свой сайт, dr1.by. Там есть, на самом деле, вся полезная информация для новичков. У нас есть телеграм-каналы, где большое комьюнити готово помочь вообще там по любым вопросам. А еще одна совета? Рисковать, летать. Летать много. Если хочешь лететь, лети, да? Именно так. Вот так и скажи, смотри оттуда в камеру. Хочешь лететь, лети, вот мой совет. Что ж, Жень, спасибо. Это была очень интересная беседа. Нам реально было интересно познакомиться с этим всем дронным делом, соревнованиями. И давай закончим еще на более приятной ноте. Мы дарим тебе сладкий подарок от нашего партнера, компании «Спартак». На протяжении многих лет фабрика «Спартак» дарит нам радость и вдохновение. Поэтому я уверена, что вкус этих шоколадных конфет «Импрессо» ты по-настоящему оценишь. Итак, у нас в студии сегодня был «Дронрейсер» Евгений Михан. Жень, спасибо тебе большое, что пришел. Приходи к нам еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!